И я мало кому рассказывал, но ты должен это знать. Я родился в Канаде, в Ванкувере. Мама работала в школе, а папа... Папа был рабочим на деревообрабатывающем заводе. У нас никогда ни на что не хватало денег. Отец прям так и говорил. У нас на это нет денег, и на это денег нет, и на это тоже. Иногда это было похоже на мантру. Затем я пошел в школу и понял, что у других дела шли явно лучше. Они позволяли себе то, о чем я даже и подумать не мог. Жаль, что тогда не прочитал книгу Наполеона Хилла «Думы и богатей». Я связался с плохой компанией, валял дурака в классе, постоянно болтал. Старался привлечь к себе внимание. Я как раз был тем мальчиком в классе, на которого родители показывали и говорили. Если не возьмешься за голову, будешь таким же, как он. Мое будущее не предвечало ничего хорошего. Институт стоил денег, которые мои родители даже никогда не видели. Меня терзал вопрос, ответ на который я ищу всю свою жизнь. Почему одни добиваются больше, чем другие? Самое удивительное в этом мире, что каждый может реализовать себя в нем. Я бросил школу, пару лет проработал по найму, скопил денег и поехал мир повидать, себя показать. Я посетил и успел поработать на шести континентах в восьмидесяти странах. Не раз я был в ситуации, которую даже во сне не хочешь увидеть. Нуждался в деньгах, голодал и часто даже крыши на голову не имел. Но я также ужинал в великолепных ресторанах и безумно дорогих отелях величайших городов мира. Руководил компанию стоимостью четверть миллиардов долларов. Встречался с пятью президентами и тремя премьер-министрами. Мое имя Брайан Тресси. Не, мое имя Алексей Корнелюк. Я просто решил рассказать историю от лица Брайана Тресси. Кстати, если досмотришь видео до конца, я расскажу о личном списке книг, которые полностью и безвозвратно перевернут твое мышление раз и навсегда. Недаром эти книги в свое время читал Билл Гейтс, Уоррен Баффет и Марк Цукенберг. Но об этом позже. Брайан Тресси. Достижения максимума. Подпишитесь на канал и станьте частью сообщества номер один о полезных книгах в Ютубе. Каждое видео экономит вам минимум неделю обучения. У всех успешных людей есть общее свойство. Они точно знают, чего они хотят, а чего нет. Что для тебя успех? Важно детально описать то, как должна выглядеть твоя жизнь. Какие люди и события приведут тебя к успеху. Не иди на компромисс в своих ответах. Да, наверное, ты часто это слышал, но есть три принципа, которые помогут тебе эффективно использовать любые советы. Во-первых, да, жизнь действительно сложна. Всегда найдется кто-то, у кого обстоятельства сложились лучше, а у кого-то хуже. Но самое удивительное, если ты примешь для себя это утверждение, то почему-то жить становится немного проще. Во-вторых, то, кто ты есть и то, кем ты будешь, зависит только от тебя. То, где ты сейчас находишься, это твой выбор. Это сумма твоих хороших решений и плохих, действия и бездействия. Хорошая новость в том, что ты сам выбираешь свои поступки. И в-третьих, чтобы стать тем, кем ты хочешь стать, ты просто должен этому научиться. И ты в этом абсолютно свободен. Основная часть ограничений находится внутри тебя. Самое крутое, что это опять зависит от тебя. Старина Брайн считает, что основная причина невысоких достижений в том, что многие просто не понимают, как извлечь максимум из своего потенциала. Они не могут применить свои силы для достижения максимальных результатов. На самом деле все просто. В мире есть законы, которые невозможно нарушить. Например, нравится тебе или нет, но если ты выйдешь в Ливий на улицу без антанта, ты намокнешь. Вне зависимости от того, согласен с этим ты или нет, то же самое и с ментальными законами. Поэтому для достижения успеха было бы неплохо знать о них, чтобы использовать в своих целях. Первое. Закон контроля. Уровень твоего счастья напрямую зависит от того, в какой степени ты контролируешь свою жизнь. И если ты чувствуешь, что ее контролирует твой начальник, жена, ипотека, обязательства перед детьми или родственниками, то ты испытываешь стресс, который переходит в гнев или в депрессию. И если же ты чувствуешь контроль над ситуацией, тогда ощущаешь счастье, уверенность. Самое забавное, что при одинаковых внешних обстоятельствах у тебя может быть разное внутреннее состояние. Так как твое состояние напрямую зависит от твоих мыслей, того самого голоса в голове, который интерпретирует для тебя эти обстоятельства. Вот два способа взять сразу под контроль свою жизнь. Первое. Иди и разбери ситуацию. Направь ее в то русло, в котором ты хочешь. Предприми действие. Второе. А иногда можно просто выйти из этой ситуации. Увольнение с ненавистной работы или прекращение токсичных отношений. Как раз из таких решений. Второе. Закон причины и следствия. Что посеешь, то и пожнешь. Это поговорка стара, как мир. Но странно же сеять пшеницу и ожидать, что у тебя вырастут арбузы. Или груши. Хочешь другой урожай завтра? Сей другие семена сегодня. Твои мысли – это причины, из-за которых ты сегодня здесь. А завтра можешь быть совсем в другом месте и в другом состоянии. Хочешь повышения по работе? Найди то, что нужно твоему руководству. Достигай результаты, выводящие компанию на новый уровень. Хочешь успешный бизнес? Найди то, за что готовы платить твои клиенты. И делай это круто и качественно. Дружище, все просто. Сей нужной причиной. Пожинай желаемый эффект. Третий закон веры. Все, во что ты страстно веришь, становится реальностью. Когда ты веришь в свои цели, запускается ментальный механизм. Убеждение помогает твоему мозгу отбрасывать ту входящую информацию, которая не соотносится с этими убеждениями. И фокусироваться на том, что действительно помогает. Как думаешь, Стив Джобс, Илон Маск или Ричард Брэнстон, биографии которых есть на этом канале, добились бы таких результатов без безумной веры в свои цели? Большинство людей останавливается, даже не приступив к реальным действиям, потому что не верит в себя и в свои цели. Еще Генри Форд говорил, веришь ли ты, что способен что-то сделать, или веришь, что не способен, ты прав в любом случае. Выбор за тобой. Четвертое. Закон ожидания. Все, что ты ожидаешь с уверенностью, становится пророчеством. В 1965 году в Гарварде доктор Роберт Розенталь провел эксперимент в школе. Директор пригласил к себе в кабинет трех учителей и сказал, вы лучшие учителя нашей школы, поэтому мы вам собрали три класса из самых сильных учеников с наивысшим IQ. Учителя приняли за честь доверие к ним и с воодушевлением начали вести классы. Если ученик что-то не понимал, они считали, что проблема в том, как они доносят информацию, а не в самом ученике. Поэтому учителя спокойно относились к такому и иногда тратили больше времени, чтобы объяснить материал. В конце года ученики сдали тесты и оказались не просто лучшими в школе, а лучшими в целом районе. Учителя поблагодарили директора и сказали, что преподавать таким одаренным ученикам было легко и очень интересно. Вот тогда и мы рассказали суть эксперимента. Это были обычные ученики, которых выбрали случайным образом. Более того, учителей также выбирали наугад в начале года. В итоге, только благодаря ожиданиям изменилось отношение к ученикам, что и привело к высоким результатам. Есть четыре типа ожиданий. Во-первых, ожидания наших родителей. Во время взросления родители часто не специально закладывают в нас свои ожидания, и это потом оказывает влияние на всю оставшуюся жизнь. Во-вторых, ожидания руководителя. Если руководитель или, как в примере ранее, учитель верит в тебя, ты явно сделаешь гораздо больше, чем если бы он был постоянно недоволен тобой. В-третьих, это твои ожидания в отношении супругов, родственников, детей, коллег или сотрудников. Чем больше ты значишь жизни этого человека, тем сильнее влияет твое ожидание на него. В-четвертых, это твои собственные ожидания от себя самого. Есть две отличные новости. Первое. Ты их сам создаешь. Нет разницы, во что ты веришь. Судьбу, в карму или во что-то еще. Ты можешь создать собственный подход к миру. А вторая отличная новость в том, что ожидания от себя самого настолько сильные, что может подавить остальные негативные ожидания окружающих. Например, когда Стив Джобс создавал iPod, iPad и iPhone, никто не верил в эти продукты и в маниакальные идеи Джобса. Но уверенность в своих идеях привела Джобса и компанию Apple к небывалым результатам. Пятое. Закон соответствия. Что внутри, то и снаружи. То, что ты видишь вокруг себя, твой быт, статус, работа, люди, это отражение твоего внутреннего мира. Но кто-то с целью улучшить свою жизнь и правда пытается изменить других людей. Знаешь, это как будто ты смотришь в зеркало. Тебе не нравится отражение, и ты полируешь зеркало вместо того, чтобы менять того, кто в нем отражается. Поэтому работай над тем, каким человеком ты должен быть, чтобы получить то, что ты хочешь. Посей мысль и пожмешь поступок. Посей поступок и пожмешь привычку. Посей привычку и пожмешь характер. Посей характер и пожмешь судьбу. Итог. Основная идея книги. Начни мыслить позитивно. Так ты сможешь взять под контроль все, что с тобой происходит. Приведи гармонию с причиной и следствием в своей жизни. Всей нужной причиной пожинай желаемый эффект. Страстно верь в свои цели, себя, свои способности и своих людей. И это станет реальностью. Так ты привлечешь нужных людей, ресурсы, события, после чего твоя жизнь изменится в соответствии с твоим внутренним миром. Ну как, узнали? Самое простое сказать, что тебя ждет подарок. Но нет, тебя ждет интереснейшая жизнь. Приключения. И офигительный путь. И моя задача сделать так, чтобы ты с этого пути вот прям никак не спился. В 2019 году путь выглядит вот так. Ссылки в описании этого ролика. Переходи на мой телеграм-канал и подписывайся. Потому что если не подпишешься, забудешь, закрутишься, в общем не сделаешь этого никогда. А сейчас ты это можешь сделать. Там я для тебя озвучил 67 книг. Три из них сделали меня миллионером. А значит сделают и тебя. Ну и самое главное, когда ты уже подписался, поставь лайк. Мы реально долго делали этот ролик. И напиши комментарий той книге, которая лично на тебя произвела впечатление. Пока. Вам понравилось это видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и следите за нами в соцсетях. Мы стараемся для вас и всегда рады обратной связи.